Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я не буду его перечитывать ввиду объемности и ввиду того, что в нем довольно много есть аспектов, таких достаточно личных, которые я из соображений конфиденциальности не думаю, что можно озвучивать на более широкую, так скажем, аудиторию, чем вот та аудитория, которую выбрал автор вопрос. На мой взгляд, это вполне закономерно, на мой взгляд, это вполне логично и правильно с точки зрения этики. Суть вопроса в том, что молодой человек, автора, не принимает ее такой, какая она есть. То есть, как бы все время предъявляются претензии, что она ведет себя не так, что она позорится, что говорит всякую чусь, вот, что ведет себя неверно, говорит не в попад и так далее. Потом он иногда извиняется, вот, иногда нет, как я понял, бывает по-разному. Но автор вопроса очень переживает, из-за этого ей очень больно, потому что и так ей трудно влиться в коллектив, ну, трудно вливаться в коллектив. Вот, а здесь, получается, такая штука, что, как бы, молодой человек подливает на особо огонь. Она не верит ему в его извинения, говорит, что он правда так думает, она говорит, что, в общем и целом, он не верит в его слова о том, что она его друг, что она его любовь, его поддержка, потому что разве так обращаются с любимым человеком, спрашивает она. Ну, вопрос здесь риторический. Также автор вопроса описывает ситуацию предательства, вот, ситуацию травмирующую для себя, вот, в которой молодой человек ее не поддержал, а, напротив, обвинил. И до сих пор считает, что эта ситуация, которая была очень болезненная, я бы даже сказал, травматична для автора вопроса, ей по заслугу. Собственно говоря, это вопрос, но вопрос без вопроса. То есть, автору больно, автору тяжело. Автор вопроса ушла из дома на данный момент, не знает, возвращаться ей или нет. И, собственно, все. И потому мой первый и самый главный ответ вам будет заключаться в том, что в вас много боли, и эту боль вам нужно помочь прошить. На самом деле, мне кажется, что все остальное не важно. Именно сейчас. Потому что пока у вас есть вот такое количество боли, вы не сможете ничего сделать. И вы не сможете ничего решить. Но если говорить немножечко дальше, то следующим шагом после работы с болью, это, пожалуй, работа с личными границами. Это, пожалуй, работа с самооценкой. Потому что у меня такое ощущение, что ориентируетесь вы на молодого человека. И хотите, в первую очередь, вообще быть на хорошем счету у людей. В силу того, что вам тяжело вливаться в коллектив. Но вы хотите быть на хорошем счету у молодого человека. И постоянно боретесь за это. Постоянно пытаетесь дотянуться до какой-то планки. А это невозможно. Потому что сам факт наличия планки уже делает ее недостижимой. В силу того, что планки обставляются отнюдь не для того, чтобы ее достигли. А для того, чтобы иметь над человеком власть. Но и наличие власти у одного человека над другим не является целью. Это, скорее, следствие того, как выстраиваются отношения. Ваш молодой человек неплохой, как и вы. Просто когда-то вы эту власть ему отдали над собой. Она, эта власть, в общем-то, попала на плодородную почву. На почву того, как молодой человек устраивает отношения. И сейчас от этой власти отказаться уже сложно. По крайней мере, сам она от нее не откажется. А именно этого вы ждете. Вам нужно научить человека тому, что власть над вашей жизнью находится не у него, а у вас. Далее вы описываете ситуацию, когда у вас случаются эмоциональные импульсы. Как, например, в магазине, где вы чрезмерно отреагировали на В общем-то, такой достаточно неприятный, конечно, но бытовой момент. Вы описываете ситуацию, где вы, обычно не пьющая, употребили алкоголь, что является не характерным для вас поведением. И вот эти все вещи связаны с тем, что вы привыкли не замечать свои чувства, вы привыкли не замечать того, что с вами происходит, а уж тем более и выражать это. Вы привычным образом пытаетесь это подавить, вы привычным образом пытаетесь это скрыть, вы привычным образом подстраиваетесь под другого человека. Но рано или поздно все, что вы подавляете, выходит наружу. Потому что так работает психика. И это отдельное, наверное, хотя и в какой-то степени связанное направление работы, помимо тех, что я уже назвал. Гармонизировать ваши отношения с молодым человеком можно только после того, как вы сами обретете опору и почву под ногами. Когда вы описываете сферу работы, ну вот, свою сферу работы и сферу, сферу работы молодого человека, у меня есть такое чувство, что свою вы как будто бы обесцениваете. Свою вы как будто бы в глубине души считаете недостойной. Да, потому что есть такая позиция у мужчины. Да, потому что вот у вас есть такое мнение, но вопрос то в том, что чувствуете вы сами, себе вы как будто бы доверять не привыкли. Понимаете, в чем штука? И гармонизация отношений после того, как вы приобретаете почву под ногами и научаетесь выражать свои интересы, отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, если это необходимо. Следующим шагом становится парне-терапия, парне-консультация. То есть, если вы и ваш молодой человек считаете, что у вас есть проблемы в отношениях, вам имеет смысл обоим обратиться к психологу. Вам, в свою очередь, необходимо отделить ответственность свою от ответственности молодого человека, потому что мне показалось по вашему тексту, что у вас есть чувство вины перед молодым человеком. То есть, да, вы злитесь на него, да, вы говорите о том, что я жертва, об этом сейчас еще чуть-чуть скажу, но, в то же время, как будто бы вы чувствуете себя виноватой. И вина, в данном случае, производная от того, что вы слишком много на себя берете, слишком много берете ответственности, то есть, вы берете ответственность и за себя, и за молодого человека. Да, молодой человек вам это имплементирует, но он это делает только потому, что, условно говоря, вы показали ему, что с вами так можно. Вот. Вы показали ему, что, ну, как бы вот, с вами можно вот так вот делать. И, соответственно, это, как бы, является, ну, деструктивным фактором в данном случае. Дальше. Вы говорите, что вы жертва. Вы говорите, что меня бросили, предали и т.д. Я думаю, что здесь парка о двух концах. Конечно, вы можете рассчитывать на то и ожидать, что вас защитят, что вас поддерживают, что вам помогут. Это правда. Но вы почему-то этому придаете куда больше значения, чем себе, чем своей собственной защите, чем своему собственному ресурсу. И вы можете рассчитывать на то, что человек с вами вам поможет. Но это всегда будет вероятность. А сто процентная вероятность может быть только у вас. То есть сто процентов вашей власти над своей жизнью лежит у вас. И для этого здесь нужно быть внимательнее к себе, чтобы не ждать защиты от других людей. А чтобы в известном смысле защитить саму себя. Понимаете? И здесь я скажу крайнюю вещь. Хотя она никак не отменяет того факта, что я уже сказал. Она никак не отменяет тех аспектов, которые я уже озвучил. Да? Что это потому, что вам тяжело, что вам больно, что необходимо как-то с этими вещами работать и так далее. Вот. То есть это все, это все никак не отменяется. Но вместе с тем, я хочу сказать вместе с тем, что, по-видимому, были причины, по которым вы пошли с тем человеком, с которым вы пошли. По факту начали пить алкоголь. Эти причины были. Они есть и они остаются. И вам, для того, чтобы не быть жертвой, вам, для того, чтобы такая ситуация не повторялась, необходимо учиться замечать в себе те процессы, которые происходят, выражать их и делать то, что вы хотите, а не компенсировать. Понимаете? Ситуация в магазине, которую вы описываете, точно так же. Ваши чувства не связаны с тем, что, что произошло. Но ваши чувства связаны с другими вещами, с другими моментами, которые вы, к сожалению, опустили. Опустили, не заметили, проигнорировали и так далее. Понимаете, да? И я думаю, что эти два момента не единственные, где вы так себя проявили. Причем, обратите внимание, после того, как это происходит, вы всегда расплачиваетесь. Как-то. Паникой, страхом, виной, обидой на себя, на молодого человека. Понимаете? У меня есть ощущение, что вы пытаетесь построить такую, знаете, защитный купол. Но этот защитный купол, его основа, его питание, лежит исключительно за пределами wealth. Оно лежит в людях, оно лежит в окружении, но не в вас. И, на мой взгляд, это большая проблема. Поэтому история здесь вот такая. С одной стороны, вам необходимо прожить боль. С одной стороны, вам необходимо, ну, как бы, проживать. Ваши чувства. И, ну, как-то вот, да? Ну, исследовать это. Вот. Понимаете, да? А с другой стороны, вот, как бы, такой аспект. Аспект взятия на себя личной ответственности. Сейчас у вас с этим есть трудности. Понимаете, да? И вот в этих двух направлениях я и предлагаю вам работу. И одно направление. Направление снятия, снижения эмоционального тонуса является, как бы, ну, вот, ну, приоритетным в данном случае. Вот. Понимаете, да? В чем штука. Вот такая вот история. Я, безусловно, вам сочувствую. Я, безусловно, вам импонирую. Запереживаю. Чувствуется, что вы на нервах. Чувствуется, что вы находитесь, вот, в эмоциональном таком состоянии. Возможно, что вы даже ищите поддержку сейчас от психологов. Но правда в том, что глобально поддержка не даст вам ничего, кроме подкрепления уже имеющегося у вас паттерна поведения. Чего бы, честно говоря, для вас мне бы не хотелось. Поэтому давайте будем работать над тем, чтобы, с одной стороны, напитывать себя любовью. Напитывать себя уважением к себе, внимательностью. А с другой стороны, брать на себя ответственность. И идти тем путем, который вы выбираете сами по жизни, а не тем, кто ведет, ну, а не тем, кто диктует вам, как нужно. Потому что мнение это у всех свое. Позиция у всех своя. И вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Всё. Продолжение следует...